День добрый. Новости, в принципе, никакие, но они не есть. И поэтому хочу показать то, над чем я сейчас то ли ковыряю, то ли работаю, даже не знаю, как это назвать. Но, то есть у меня сегодня была мысль такая вот, то ли мне нарывалку рвануть, то ли мне в мастерскую рвануть. И мастерская перевесила. Вот. Давайте начну сразу с необычного. То есть как вечером, примерно позавчера, даже не примерно, а позавчера, вот на бумажке черканул, такую фигню. Просто вторучка, ну не знаю, какая-то муза у меня левая посетила. Ну почему левая, потому что вообще не по теме. Что на меня нашло, не знаю, я это, шик-шик-шик, вторучка, ага, ну ладно, картонку шик-шик, готовенько. Ну ладно, на пластик пока перевел шаблончик. Ну, пришел сюда, не хотел вообще браться за эту фигню, но как-то само оно так вот покатило-покатило. То есть, не знаю, каким-то этим чудным образом все это дело прикатило к тому, что я сотворил вот такую тяпочку. Дичь, в общем, полная, конечно, но интересная. Чем интересна тем, что она необыкновенная. Это двухсторонняя бритва. Сейчас у нее вот так вот геометрия выглядит, если сейчас я ее дошлифую, могу дошлифовать. Это просто грубо ободрано. Вот, то есть, тут ничего нет еще. То есть, это нож, если сейчас так оставить. Вот, но если сейчас дальше ее буду вышлифовывать, то это можно ставить, к примеру, клин 75% английского типа. Но он будет тяжелый. Вот, чуть полегче, чем сейчас, но со мной примерно такой же вес будет. Он такой увесистый в руке, я вам скажу. Не вот прям там здоровенная прям тяга, но ее прям конкретно чувствую. Но мне кажется, что если нужно сделать вогнутости, хотя бы на четвертую, а лучше даже на вторую. Ну, это там как получится уже. И тогда будет и вид другой, и вес уменьшится, потому что металл много угрызется. Дальше. Это G10. Все тоже G. Вот замком у меня, конечно, тут я не знаю, что делать. Блин, я не знаю, я такие фигни никогда не делал. Это вообще первая моя бабочка, бритва бабочка. Нет, вру. Я делал как-то бритвы бабочки, причем там был легкий заказ, там в районе 5 штук, а я их залепил штук 10 в запас. Это были китайские бабочки-ножи, я к ним просто менял там лезвия, подгонял их по ширине и делал из них одностороннюю бритву. Был у меня такой грешок, вот теперь это уже от себя полное, то есть с нуля что-то там в голове нарисовал, туда-сюда, тяп-тяп-тяп-тяп. То есть у меня такая штука сейчас лежит на столе, я вот пока ее тормознул в работе, потому что одну штуку крайне невыгодно выпускать, поэтому она как бы на мне не вышла сверхдорогой. А это кованая У8А, вот такая вот, где-то ширина примерно около 28 или 30 даже, 29 миллиметров, вот так вот общая. Вот считайте сколько будет от середки примерно, если 15 миллиметров. Дальше, не смеетесь надо мной, я сам над собой смеюсь, сам офигеваю, что я делаю, то есть вот так вот, хампс, хампс, и вот как-то вот так это все. То есть вот, блин, я не знаю, надо будет YouTube что-то смотреть, может кто-нибудь там делал, когда-нибудь какие-то бабочки, хотя бы понять. Это я тут просто проволоку такую воткнул жесткую, думал может спаять, как-то стремно выглядит тут, какой-нибудь тут прорезь, и так, фиг его знает. Так, это раз, и в общем это бритва бабочка ждет вот эти вот варианты, а я ее завел только вот из-за этого вот момента, потому что вот она у меня выйдет прям конкретно дорогущая, а это ни мне, ни вам, вообще никому вообще не интересно. Я думаю, может найдется какой-нибудь любитель таких вот интересных, необычных вещей, и может она найдет своего хозяина, а может и нет. Но это не важно. Дело в другом, то что мне себестоимость вышла в разы ниже, я завел вот вынужденно, как говорится, вот такие вот клины. Это будут клины английские, сталь ШХ-15, кованая, пакетно-кованая, кстати. Есть кованая, есть там из четырех пакет собирается, но я ее тоже пакетно не называю, потому что там, ну что, четыре пластины в одну. Какая там пакет, так себе, пакетишка. Вот, это такой конкретный прям пакет, залеплен. Вот, они сейчас в таком вот ободранном состоянии, это просто грубая обдирка, вот ничего здесь больше еще не было, я просто их обфигавил. То есть, снял лишний металл основной, а уже дальше начнется работа. Так, работа работой. Здесь я зажигаю, потому что не боюсь, потому что здесь не нужны рабочие характеристики, но они еще и не закалены, они сырые. И вот у меня такая сейчас дилемма, вопрос к вам. То есть, вопрос такой. Сейчас в сыром состоянии здесь 54 единицы. То есть, вот, может быть, мне их вообще не закаливать, может быть, вот, как вот, пример, туртвача, чтобы она была мягонькая, и там точилась быстро, и может быть, даже и брила мягко. Хотя, клинны бреют мягко в любом состоянии, как по мне, каленым, не каленым, то есть, без разницы, как бы. Вот как. Так, вот они так почти все одинаковые. То есть, об ушки у всех одинаковые. Зафигачено. Ну, давайте покажу все. Хоп-хоп-хоп. Ну, в общем, грубо еще, все грубо. А разница, сейчас я вам покажу. Вот сразу и вот. То есть, вот она разница есть. Чуть ток геометрии, вот так лучше, наверное, показать. Чуть ток геометрии отличается. Видите? Вот тут более яркий выраженный свал на хвост. Тут более большая плоскость и более широкий эрл. А в остальном никаких больше, в принципе, отличий нет. Ну, вот они хотя бы в этом есть. То есть, в эрле и на хвост выход. Так вот. И вот, то есть... Так вот. На сегодня у меня больше никаких новостей нет. По поводу вот этих вот работ. Меня вот это, конечно, прям смех вызывает. Но штука такая серьезная. Прям вот хоть бриться, хоть... Ну, я из нее, конечно, буду бритвы делать. По-любому просто бритва будет двусторонней. Прямо хочешь, не хочешь, она будет. Вот только замочка у меня пока заморочка. И вот заодно придется вот это все гнать, чтобы, я вам уже говорил, выгадать. На будущее у меня все плохо. Плохо что? У меня есть идеи, есть шаблоны. У меня все есть кроме. То есть, с вывеской проблемы. На лазере повырезали, повырезали. Не понравилось мне, как на лазере вырезают. То есть, там зажигают края. Выжигают углерод. По краям. Когда по контуру вырезают. Мне это дело не понравилось. Дальше плоская шлифовка. То есть, плоская шлифовка тоже у меня с этим теперь проблема. Так как мой станок, я его кое-как восстановил, продал. Хотел купить другой. А оказалось, там кидалово ребятушки у нас. И мне станок, который предлагали за 80 тысяч, они за нее просят уже 200 там, чем-то там, не помню. В общем, разошлись мы, как море кораблей. Разошлись. Ну и ладно. У меня вообще сейчас пока с этим как бы не особо. Ну, думаю, ладно, о чем разговор-то. Пойду-ка я на стороне все это дело проверну. Дал им попробовать. Говорю, давайте прям при мне. Они такие берут, мне ее шик-шик-шик на плоском. Я посмотрю, а там такая хрень. Там мало того, что это крупняк. Там, наверное, зерно на 80 у круга. А еще плюс этот круг вот так вот бьет. Вот так вот. И то есть там вот такая мелкая волна идет. Прямо так вот по всей плоскости. Драная, да еще и волна. Это я не знаю. Я говорю, а как бы там помельче, поровнее. Мол, иди ты нафиг. Мы тут гоним там тысячами, там большими. Десятками, сотнями тысяч. А ты тут нам с своими какими-то фигнюльками там штучными. Нам с тобой вообще не интересно разговаривать. Ну, вот как-то так вот с одними, с другими, с третьими побеседовали. И так вот пока разошлись ни на чем. У меня, по сути, есть с чем работать. У меня, по сути, вот у меня есть заготовочки. У-10, кажется. Вот. К примеру, я могу с ними возиться там. У меня сейчас покажу. Вот секунду, просто подождите. У меня тут дофига далеко надо лазить. Вот шахашки у меня есть. Вот такие варианты там. Поменьше, поуже, пошире. У меня, в принципе, заготовки есть. Дамаска я наковал много. Дамаска у меня просто наволом. Весь Дамаск 2-600 слоёв. Но его нужно опять вырезать и плоско шлифануть. И это должно быть всё аккуратно, красиво, чисто, ровно и так далее. Поэтому, вот, пока занимаюсь теми вариантами, что есть. Эти тоже были варианты немного не такой формы. Их подрезал тут уже сам. Вот, на отрезном круге. То есть, выравнивал, потом всё это обтачивал. Подгонял, то есть, по штанге-циркуле. Чтобы они были в один размер. Размер это, в общем-то, 6 восьмых. Чуть зауженный там, вот, 6 восьмых. В общем, оно сейчас в сыром состоянии. Должно быть где-то миллиметров 19. Давайте посмотрим, угадал я на глаз. Или у меня уже прицел сбился. А? 19. Вот так вот. Глаз-алмаз. Вот так вот, в общем. Всё. Пока больше никаких новостей нет. Все мои идеи, которые у меня в голове, они уже, то есть, там, все по полочкам разложены. Шаблоны я уже все заготовил. Ну, не все, но основные. Вот. Осталось мне вот как-то порешать вопрос вот с этой вот, с вырезкой, шлифованием. Таким базовым. То есть, это всё базовые такие работы, на которых я прям конкретно споткнулся. Если сейчас просто этот спотыкач убрать, то мне нужно примерно тысяч хотя бы пятьсот. Вот. Поэтому мячусь, пока мячусь. Ну, ничего. Как вы, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот. Кому-нибудь я всё-таки надоем с этим делом-то и что-нибудь сдвинется с места-то. А на этом всё. Прям вообще всё-всё. И покажу, если что будет показать. Обязательно покажу. Так что вот, до увида. Ладно, будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»